На востоке Казахстана противопаводковые работы теперь ведутся в круглосуточном режиме. Идет обход опасных территорий, в их числе села в пяти районах области. Даже в самом Усть-Каменогорске под угрозой затопления 11 участков передает наш собственный корреспондент в регионе Анелли Сембердина. Сейчас она как раз в поселке Ахмирово, где уже были раньше наводнения. Анель, приветствую. Насколько город готов к сезону паводков в этом году и какие прогнозы дают специалисты? Здравствуйте, Бутагос. На востоке страны пока по календарю только весна. На деле же зима еще не спешит уступать свои права. В эти дни, к примеру, ночные температуры достигали минус 25 градусов по Цельсию, да и сейчас холодно. Поэтому пока в первую очередь борьба идет со снегом. Только в Усть-Каменогорске с декабря по март вывезено более 146 тысяч кубометров снежной массы. Для сравнения, это в полтора-два раза больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяют и прочистке рыков и русел рек. Наиболее опасные в этом отношении микрорайоны – это Согра, Степное и поселок Ахмирово, где мы сейчас и находимся. Здесь специальная техника прочищает как раз рыки от мусора, снега, вырывает поросль. Главное, чтобы освободить место для прохода талой воды. Работы идут круглосуточно, чтобы не создавать препятствий для движения людей. Если с утра вышли на смену 30 тракторов и машин, то к ночи выходят сразу 60. Предусмотрено и в случае необходимости возведение временных дамб из мешков с песком. Для этого в городе уже сейчас в наличии 27 тысяч единиц мешкотары. Всего заготовлено в областном центре 285 тысяч кубометров песка, 200 тысяч кубометров песяно-гравиной смеси и 208 тонн горючих смазочных материалов. Делится мой собеседник Валентин Литвиненко. Он старший офицер управления подчерствующих Каменогорска. Валентин, расскажите, почему сейчас основные усилия сосредоточены на этом участке Вахмирово? Здесь в паводковый период подтоплению подвержены 40 домов с населением порядка 70 человек. Нами проводятся подворовые обходы и уже жителям вручены рекомендации. На данном участке представитель местным исполнительным органам проводятся работы по очистке орычной системы, промывке водопропускных сооружений горячей водой. Данное мероприятие является одним из основных планов противопаводков мероприятий на зимний-весенний период 2021 года. Валентин, скажите, а насколько удается подготовиться? Есть ли возможность полностью исключить угрозу паводка? Мы к этому приложим все усилия, но большую роль играют у нас погодные условия. Как вы сейчас видите, у нас холодно. Высота снежного покрова в среднем по городу Искамингород составила 33 сантиметра. Глубина промерзания почвы 70 сантиметров. Это немало. Жителям же мы рекомендуем не только надеяться на силы спасателей государства, но и самостоятельно очистить внутридворовые территории и подготовиться к пропуску талых вод. Спасибо, Валентин. К слову, стоит отметить, что в городе действительно сделано уже немало. Сейчас прочищено более 50 километров орков и каналов. К тому же работы начались еще с осени. К примеру, именно в это время уже были выпрямлены русла реки Ульба. В том месте, где наиболее часто проходили наводнения. В районе села Степного работы были сделаны, но выделено больше 650 миллионов тенге из бюджета. Но зато удалось минимизировать риски и спасти от паводков в микрорайон Согра. Батагос? А, Нарин, скажите, пожалуйста, а что по поводу спецтехники? Ее достаточно? Какая у нее готовность? Батагос, да, уверяют наши спасатели, что с этим проблем никаких нет. К проведению противопаводковых мер подготовлено 195 единиц спецтехники и больше 200 человек личного состава. Есть 63 мотопомбы, 4 пожарных насосных станции и 26 плавательных средств. Кроме того, в городе уже создали 8 пунктов для временного размещения людей, где могут разместиться сразу 835 человек на случай эвакуации. Всего же стоит отметить, что в Искаменахгорске под угрозой, в зоне риска находится около тысячи домов. И в них проживают почти 2500 человек. У меня пока на этом все. Батагос? Спасибо, Анель, держите нас в курсе. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Анель Синбердина.